Кто затянет пояса? За что власти собираются брать налоги с украинцев в 2015 году? Об этом сегодня в программе отражения у нас в гостях Александр Кирш, народный депутат Украины. Здравствуйте! Очень много сейчас говорят о новых налоговых нововведениях. Самый кричущий факт, который поразил многих, что будут брать налоги с пенсии. Но мало кто говорит о каком уровне эти пенсии будут и как они будут облагаться. Давайте сразу с пенсионеров, они самые активно обсуждающие люди, давайте мы с них и начнем. Дело в том, что в местной прессе и в Харьковской в том числе были просто-напросто неграмотные консультации. Если говорить о том, как оно предусмотрено в изменениях налоговый кодекс и как это подтверждается консультациями Минфина, облагается только превышение над тремя минимальными зарплатами. То есть, не говоря уже о том, что это вообще коснется только тех, у кого пенсия превышает три минимальные зарплаты. Но даже у них облагаться будет не с первой гривни, а только с превышения над суммой 3654 гривни. То есть, если пенсия составляет 4000 гривен, то облагается только 4000 минус 3654, то есть 346 гривен. Причем пенсию сверх трех минимальных получает в стране около 3%, поэтому большинство пенсионеров этого обложения не почувствуют вообще. А то меньшинство, которое почувствуют, почувствуют на копейки. Это не большие суммы и ничего страшного, если 3% действительно заплатят. Угрожало гораздо большее. И если говорить о том, чего требовал МВФ, то там было бы гораздо хуже. МВФ требовал и пенсионный возраст существенно повышать до того уровня, до которого украинцы просто не доживают. И облагать пенсии налогом гораздо серьезнее. И, в общем, там было очень много требований МВФ, с которыми удалось побороться. И в отношении пенсионеров, можно сказать, что они практически за исключением этих 3% не пострадали, как, кстати, инвалиды. Но пенсия — это все-таки выплата, а не зарплата или какой-то доход. То есть, получается, деньги, с которых уже когда-то взяли налоги, опять заново облагаются налогами, даже если они высокие. Нет ли тут противоречия и нарушений каких-то? В какой-то степени противоречия есть, но когда пенсии чересчур большие, то ничего страшного, если в военное время те, которые получают больше, хоть социальные выплаты, хоть зарплату, все-таки вносят и больше вклад. Другое дело, что в этом нет особой логики, потому что пенсии получают от государства из одного кармана, а возвращают ему в другой карман. То есть, можно было бы эту сумму просто не выдавать, чем туда-сюда гонять деньги. Но это же вопрос техники. Сама сумма налогообложения сверх 3.654 не стоит того, чтобы так этого боялись. В налоговом кодексе, нужно сказать, гадости гораздо больше. Это самая мелкая из них. А какая самая крупная? Самая крупная, которую удалось отложить на полгода, и я эти полгода рассматриваю как время, данное нам для того, чтобы отменить это вообще. Это введение НДС счетов, введение электронного декларирования НДС, из-за которого просто будет коллапс поставок, предприятия просто будут лишены оборотных средств и перестанут друг другу поставлять продукцию. Потому что, если поставили продукцию и даже денег еще не получили, нужно тут же за это заплатить фактически государству 20% от стоимости поставленной продукции. Мало того, что деньги не получили, так еще вы не доположите 20%, а если вы экспортеры, то то возмещение, которое вам должно государство, нужно внести фактически еще раз, потому что оно вычитается из налогового кредита. Там очень много совершенно диких парадоксов, которые, убивая оборотные средства предприятий и вынуждая всех требовать предоплаты, а это не от каждого можно потребовать по существу, превращают для многих НДС в налог со всего оборота по ставке 20%, а это недопустимо. Пока что мы добились ценой невероятных усилий от срочки на полгода, теперь боремся, чтобы за эти полгода мы успели это отменить вообще. Надеюсь, что это у нас получится. Ну, облагаться налогами у нас также будут и какие-то еще категории населения, вот то, что называется богатые слои. Богатых не жалко, богатым угрожало. Кого вы, например, расцениваете как богатого человека в Украине? Ну, кого я расцениваю как богатого, не так важно. Важно, кого налоговый кодекс расценивать как богатых. Изначально предполагалась и ставка 25%, решили остановиться все-таки на 20%. То есть, начиная с 10 минимальных зарплат, а минимальная зарплата по-прежнему 1218, не знаю, как на них прожить, но настояли на том, чтобы осталось 1218. Так вот, при умножении на 10 получается 12180. Вот сверх 12180, там где раньше было 17%, а не 15, теперь будет 20%. То есть, на 3% пункта подорожало обложение, ну, я бы не сказал, что это такой прямо удар по богатым, лишние 3% пункта. Если было 25, удар был бы больше, но с другой стороны, 12180 это не такие уже и богатые. То есть, с моей точки зрения, все-таки богатые начинаются там, где уже 30-40 тысяч, там можно было бы и 25 и больше, но родина богатых боится обидеть. Поэтому решили, что богатство начинается с 12180, а поскольку это богатство не очень большое, то ограничились 20% вместо 17%. Так по ком все-таки больше в итоге удар? По богатым или по бедным или по средним слоям? Удар, конечно, по всем подряд, по малому бизнесу в меньшей степени, потому что кассовые аппараты для единого налога отложили, отложили на полгода. И опять же, я эти полгода рассматриваю как время для того, чтобы отменить их вообще, кассовые аппараты для единоналожников. При этом единоналожникам уменьшили ставку единого налога, она теперь не 3 плюс НДС или 5 без НДС, а теперь 2 плюс НДС или 4 без НДС. Причем пообещали, что в течение двух лет не будет никаких проверок, и при этом оборот единоналожника должен быть до 20 миллионов. Это все-таки расширили. Раньше те, кто платили 5% могли иметь оборот до 5 миллионов, а теперь можно до 20 миллионов. И не 5%, а 4%, и никаких проверок, и никаких кассовых аппаратов. То есть малому бизнесу в каком-то смысле стало лучше. Убрали мы ту угрозу, которая давлела над малым бизнесом, что те, кто им заплатят, будут иметь не полностью затраты. Мы это убрали, затраты идут полностью тем, кто им заплатил. Поэтому малому бизнесу будет лучше. Остальным можно посоветовать дробиться до уровня до 20 миллионов. Если им не нравится НДС, если им не нравится ЕСВ, единоналожники платят ЕСВ только с минимальной зарплаты. НДФЛ не платят вообще, налог на прибыль не платят вообще. НДС могут не платить, если не хотят. То есть дробитесь до 20 миллионов уровня, переходите в единоналожники. Вот тут пострадали еще, знаете кто? Пострадали те предприниматели, которые не на едином налоге. Вот раньше им можно было без оборота не платить ЕСВ. А теперь нужно платить. Причем когда это объявили, в конце года, и они не успели разрегистрироваться. Но я надеюсь, наш комитет сможет дать разъяснение, что не они должны отвечать за то, что Верховная Рада слишком поздно приняла закон. А самим физичным особым предприемцам я хочу посоветовать, если они не собираются вести деятельность, то им лучше разрегистрироваться. Сейчас это можно сделать за 10 минут. Просто зайти в удумительном порядке, сняться. Потом их еще до полусмерти будут проверять уже после снятия. Там закрывать счета и прочее, но по крайней мере суммы уже не будут начисляться сразу. Это если они не собираются вести деятельность, чтобы зря просто не платить около 400 гривен ЕСВ. Если же они собираются вести какую-то деятельность, то им лучше всего перейти на единый налог. Тогда ЕСВ будет тот же самый, но по крайней мере будет не 15%, а 4% с оборота, что для многих гораздо более щадящий механизм. То есть если с умом, то в принципе для малого бизнеса ничего страшного. Связывались ли с вами, возможно, представители бизнеса, обсуждали ли эти все нововведения, что они говорили, как они это воспринимают и что собираются делать? Связывались, но в основном лоббисты. Вы понимаете, вот простые люди потом, когда уже принято, начинают кричать «караул». А «караул», надо кричать, до того, вот те, кто оказался должен банком валютные вклады, делают все, чтобы депутаты не заставляли их эти вклады платить. Они заслоняют просто вход в комитеты Верховной Рады. Они выходят на огромные демонстрации с огромным количеством людей и прочее-прочее. Потому что это касается их лично, и они говорят, нет у нас таких денег, чтобы возвращать. Ну, хотя, в общем-то, надо было думать раньше, когда, имея гривневые доходы, вклады, кредиты брали в валюте для того, чтобы купить машину. Вот так им горело купить машину именно сейчас, без машины не могли жить, а теперь разводят руками, нет денег. Так вот, они буквально просто не дают депутатам проходу. А когда дело касается бизнеса, то почему-то считают, что это нужно только бизнесу, что типа пусть предприниматели сами и отдуваются. А на самом деле, если плохо будет предпринимателям, то не будет просто рабочих мест. Не будет тех, кто создает рабочие места. И будут уменьшаться зарплаты, потому что все уйдет на налоги. Так вот, народ, как правило, воюет только когда касается непосредственно их доходов. А когда касается предпринимателей, да, собираются какие-то форумы, что-то там бузят, но серьезного сопротивления не было. Поэтому и депутатам, которые защищают бизнес, очень сложно. А уж если бизнес защищает себя через депутатов, то это, как правило, лоббисты. Но, скажем, рассматривался вопрос, льготировать медицину всю или только какие-то отрасли медицины, например, только онкологию, или только онкологию, кардиологию и прочее, прочее. И на этом фоне все равно кто-то требует льгот заодно и для носков. Понимаете? Или там для ядерных реакторов, или для зернотрейдеров, или для сигарет. То есть вот лоббисты работают. Когда хотели обложить букмекеров, тут же на столе у каждого депутата появился рекламный проспект от букмекеров, караул, букмекеров облагают, без букмекеров Украина не проживет, родина потеряет триллионы и прочее, прочее. Вот если бы так активно сражались все, нам было бы легче их защищать. Потому что правительство сейчас мечется между требованием МВФ с одной стороны и слабеньким сопротивлением Рады. А вот если бы правительство металось между МВФ с одной стороны и серьезным сопротивлением народа, если бы народ возникал до того, а не тогда, когда уже обложили, мы бы смогли бы большего добиться. Так а что вы думаете, народ начнет опять собирать налоговые майданы и так далее, выходить и требовать? Думаю, что сегодняшние изменения в кодексе к этому не приведут. Но вот если действительно будут вводиться через полгода РРО для единоналожников, если действительно посмеют ввести электронные спецсчета по НДС, если действительно будет продолжаться налоговая коррупция и разъяснение задним числом, если налоговики быстро не выучат финансовый учет, а налог на прибыль теперь взимается по финансовым правилам, а не по налоговым, и предстоит вакханалия, то тогда возможен и налоговый майдан. Здесь нужно соизмерять. Причем нельзя считать, что ну подумаешь, отменим. Так нельзя. Если кто-то уйдет в тень, то это дорога в один конец. Назад он уже потом не вернется. Ему там уже будет хорошо. Поэтому я бы на месте Родины хорошенько подумал. Мы и так сделали все возможное и невозможное для того, чтобы не прошел первый вариант налогового кодекса. Я, кстати, в своей фракции был единственным, кто голосовал против этого. Не просто не пришел или воздержался, или не голосовал, именно против. Красную кнопку. Но за второй мы уже голосовали, потому что там нельзя было не голосовать. Потому что большинство ошибок исправили. И потому что все-таки иначе мы останемся без транши МВФ. А это вообще смерть. Но в середине февраля будем изменять и обязательно в лучшую сторону. Потому что кодекс проскочило. Пользуясь непротивлением народа, очень много того, что не должно было проскакивать. Причем некоторые вещи, какие-то вот, понимаете, авантюрные, аферистические. Вот, скажем, обещали снизить ЕСВ. В последний момент, буквально за два часа до голосования, на совете коалиции решили не снижать ЕСВ. А вместо этого принять то, что приняли, что если резко растет зарплата, то также резко уменьшается ставка ЕСВ. В сумме ЕСВ не растет, но зато растет НДФЛ. А для всех остальных ЕСВ не снижается. Зачем тогда прожужжали по всей стране? Будет снижение, будет снижение. Если потом оказалось, что средств нет и компенсаторов нет. Так вот, такой принципиальный вопрос, снижать или не снижать, решили, что то, что добавлялось, намеревалось, предлагалось для того, чтобы было кроме снижения, наряду со снижением, это приняли вместо снижения. В результате самого снижения не оказалось. И такое принципиальное решение принималось буквально за два часа в последние минуты перед голосованием. Такие принципиальные вещи, это уму непостижимо. А почему так происходит, как вы считаете? Потому что сначала и правительство, и Минфин были уверены, что пройдет первоначальный, совершенно иезуитский проект налогового кодекса. Он не прошел, за него проголосовало при коалиции более 300 и при количестве депутатов более 400, за него проголосовало 86. Это была серьезная оплеуха Минфину. И тогда в спешном порядке стали менять. Тогда стал работать налоговый кодекс, тогда стал работать налоговый комитет, тогда стали срочно изменять. Потом Совет Коалиции решил, что на работу налоговый комитет это хорошо, но за основу возьмем изначальный вариант. Но зато учли почти все пожелания налогового комитета. Причем у меня такое впечатление, что часть пожеланий была учена уже после голосования, потому что конечный текст, как зал, все-таки лучше, чем тот, который голосовался. Ну, как это обычно у нас происходит. Ах, это уже обычно, да, даже так? Обычно, кстати, так происходит, что потом в процессе редактирования то ли возникают какие-то гадости, то ли наоборот. В данном случае гадости тоже какие-то возникали. Например, оказалось, что недвижимость льготируется в рамках 60 квадратных метров не жилой площади, а общей. А эта льгота уже гораздо меньше, потому что 60 квадратных метров общей площади гораздо чаще, чем 60 квадратных метров жилой. Но в отношении некоторых НДС на льгот, наоборот, полегчало. Видимо, какие-то лоббисты все-таки добились того, чего они хотели. Уже после голосования. Ну, вот, кстати, относительно недвижимости. Вот говорят, что, по сути, мы выбрали средневековую модель налога на недвижимость. Ее еще польская называют. А более современных моделей не нашлось или что? В чем проблема? Я не искал. Нашел Фудашкин, замминистра финансов. Мы спорили, как могли, с пеной у рта. Максимум, что мы выторговали, это первые 60 метров для квартир и 120 квадратных метров для жилых домов. Потому что изначально собирались облагать с первого метра. Ну, думаю, в середине февраля еще потаргуются. Почему средневековая? Это потому что именно квадратные метры облагаются, а не стоимость жилья. Я правильно понимаю, да? Конечно. Здесь можно было бы местным советом дать полномочия, чтобы все-таки привезли в САТЕ. Безусловно. В Чернигове и в Киеве, хотя они недалеко друг от друга, совершенно разная стоимость квадратного метра. Я уже не говорю об Ивано-Франковске. И, видимо, здесь будут даны полномочия местным органам, чтобы они устанавливали коэффициенты. И, кстати, вот Днепропетровские местные власти уже заявили, что будут пересматривать. Ну, вот эти вот налоги, введенные Верховной Радой, они там по-своему установят свои какие-то... У местных органов есть полномочия снижать. Харьковские собираются или нет? Вы что-нибудь слышали об этом? Ну, Харьковского рынка пока не слышал. Тут дело в том, что под эти доходы им дали и расходы. То есть на содержание местным органам, в том числе и Харьковским, дали огромное количество убыточных организаций, чтобы их из бюджета финансировали. То есть им не просто сказали, наьте вам еще вот такие-то налоги, например, на недвижимость. Хотя некоторые налоги, которые давали раньше, наоборот, уменьшились. И стали им давать там не 80% НДФЛ, а 65%, но дали какие-то другие налоги. И если кто-то решит этот налог получать не полностью, а расходы-то у него не уменьшатся, им-то дали в расчете на полную сумму расходы на содержание тех организаций, которые раньше содержал государственный бюджет, а теперь должны содержать местные бюджеты. И тогда местным бюджетам нужно исхитряться. Если они налоги берут не полностью, то тогда за счет чего содержать те организации, которые дали именно содержание. Может быть, логика будет такая в отношении неналога на недвижимость, что когда налог меньше, то больше платят, но недвижимости это не касается. Поэтому вряд ли, честно говоря, чтобы серьезно снижали, потому что тогда профицит, который запланирован в городском бюджете, обернется дефицитом. Так, ну а теперь более конкретно по налогу на недвижимость, что и как будет облагаться налогом, кто его должен платить, а кто не должен платить? Конкретики нет здесь, конкретика будет в инструкциях, которые ждем. Общая логика здесь достаточно интересная. Облагается не недвижимость в расчете на одного человека, который там прописан, а недвижимость как таковая. А кто платит, все равно. То есть, что эта недвижимость владеет 10 человек, что 1 человек, на сумму налога это не влияет. Да, потому что вот некоторые такую схему прослеживали, думали, что если взять, прописать несколько человек, то будет меньше налога. Нет, нет, вот как раз, чтобы этого не было, то сделали обложение недвижимости как таковой. То есть, объект не человек, не владелец, а объект сама по себе недвижимость. Без региональных коэффициентов, вне зависимости от того, сколько человек там живет и прочее, прочее. Правда, с правами местных органов, потому что там нужно будет как-то отделять хлев от жилья, что в деревнях не всегда так просто, как кажется. То есть, там проблемы будут, ждем инструкции, ждем разъяснений. Больше того, мы их сами будем давать. И надеюсь, что там пройдут те варианты, которые более благоприятны для людей, чтобы снизить бремя налога на недвижимость, чтобы действительно этот налог оказался налогом для богатых, а не для всех подряд. То есть, в принципе, налоговый, то есть, наш комитет Верховной Рады наделен полномочиями, если не составлять инструкции, это Минфин и налоговая, то бы, крайней мере, давать письма, и, по крайней мере, наши письма, может быть, помогут тем, кто будет судиться, что вот, с одной стороны, плохое письмо налоговое или Минфина плохая инструкция, с другой стороны, вот воля законодательства, воля законодателя в письме налогового комитета, будем стараться как-то облегчить жизнь, вот, чтобы все-таки как-то уравновесить негативные письма налоговые, которые наверняка будут. А вообще, опять же, в последние минуты, в последние часы, без особого обсуждения, уже когда проголосовали, никто не знал, то ли речь идет о жилой площади, то ли об общей площади. А сейчас знают, о чем идет речь? Да, оказалось, что льготируется 60 метров, как я уже сказал, общей площади, а не жилой, вот, ну, все это еще можно поправить, во-первых, в феврале, во-вторых, через наши письма. Просто хотелось бы, чтобы такие вещи делались не в ППХ, но два месяца были потрачены впустую, и все делали за последние два часа, это неправильно. На уровне государства так не должно решаться. Дач, приусадебных участков, это тоже облагается? Ну, конечно, но там уже дома, там, где дома, там не сверхчусилийся, а сверх 120. А если не дома, а какие-то там вагоны там и так далее, вагончики, знаете, такие? Опять же, зависит от инструкции, зависит от разъяснений, вот, где конурка, где это, но, по крайней мере, мы отошли от обложения конуры. Конура не облагается, как было бы, если бы обложение было, самого первого метра это тоже было, не так легко убедить Фудашкина, но, по крайней мере, как временный компромисс, 60 для квартир и 120 для домов. Дальше будем добиваться большего. Нам бы, честно говоря, получить уже кредит от МВФ. А дальше уже с кодексом можно не просто и похулиганить. Добиваться большего в том плане, что добиваться меньшего налогового воздействия, меньшего фискального бремени на простых людей. А то они подумают, что еще больших налогов добиваться. Нет, 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 там уже больше некуда. Просто надо сначала получить кредит от МВФ, он его уже назад не заберет, а дальше можно потом будет немножко похулиганить с кодексом. А чем помогут эти вот налоги? Вот есть какой-то расчет, насколько это поможет государству и экономике? Но когда оно делается за последние два часа и вносились решающие принципиальные изменения тоже в последние два часа, то грош цена всем этим расчетам. Но не окажется ли, что в результате ничего не изменилось? Экономика ничего толком не выиграла, а граждане, наоборот, получили лишнюю главную луну? Если ничего не изменится, то окажется. Достаточно сказать, в бюджет заложен курс 17. Ну что это за бюджет? Ну с другой стороны, это мы как бы сказали Америке, вы хотели бюджет, ну нате вам бюджет. МВФ, вы хотели бюджет, нате вам бюджет. С курсом 17. Ну что это за бюджет? А с каким курсом вы считаете должен быть бюджет? А не скажу, не хочу разжигать панику. Понимаете? В любом случае, когда в стране инфляция, и январские гривни не соответствуют декабрьским гривням, бюджет в гривнях это уже профанация. Потому что если гривни, заработанные в январе и потраченные в декабре, это разные гривни, то это тоже нужно иметь в виду. Поэтому бюджет по-хорошему надо было вообще делать в более серьезном валюе, чем гривня, когда инфляция. Ну а конечно курс 17 это профанация в квадрате. Но ведь и зарплаты, и пенсии тоже же в гривне выплачиваются. Поэтому каким образом тут? Может быть и их тогда не в гривне рассчитывать в бюджете? А дело в том, что зарплаты индексируют не так быстро, как растет курс. Вот курс вырос за определенное время с 5 до, условно говоря, до 20. А многие ли могут похвастаться, что их зарплаты тоже выросли в 4 раза. В то же время получилось очень нехорошо, если эти выплаты, которые нужно будет сделать в январе, сделают в декабре, обесценившимися деньгами. Вот почему я и говорю, что бюджет может оказаться профанацией. Формально все соблюли, а фактически выплатили деньгами гораздо менее значимыми, чем если бы вовремя. Понимаете? А государство на свои не вовремя выплаты само себе пеню не начисляет. Вот в чем проблема. По поводу акцизов еще, вот они как-то меняются и влияют ли они на жизнь украинцев? Да, увеличили там, кое-где выросли существенно. Здесь я небольшой враг акцизов, с учетом того, что их берут и вот эти вот новые налоги, кстати, направляемые еще и в местные бюджеты, на вредное. На алкоголь, на табак, вот за повышенные налоги, на табак и вообще за, потому что я не курю. Вот, ну в отношении алкогольного, ну я уже не настолько за, вот. Но я считаю, что мы столько не пьем и не курим, чтобы этими деньгами реально можно было прокормить местные бюджеты. То есть здесь родина, я считаю, немножечко просчиталась. Она дала на местные бюджеты больше расходов, чем реальных доходов, называя это децентрализацией. Понимаете, мы столько не пьем и не курим, чтобы этими деньгами спасти местные бюджеты. Но и тут началась торговля, и тут полезли все вот эти вот лоббисты, а у нас с фильтром, у нас без фильтра, а мы как с фильтром, но просто фильтра у нас нет. Ну, в общем, ерунда какая-то, вы понимаете? То есть, когда занимаются лоббированием, алкоголь не жалко, табак не жалко. А топливо? Это серьезно, но здесь, по крайней мере, есть основания. Топливо это то, что имеет импортную основу, хотя и здесь есть вопросы. Да, доллар дорожает, евро дорожает, но нефть-то дешевеет. А топливо как-то так странно реагирует, бензин. Когда доллар дорожает, он повышается в цене, а когда сама нефть дешевеет, он на это почему-то не реагирует. Но, видимо, в стране слишком много тех, кому нужен бензин. Видимо, не такая уж бедная у нас страна, раз всем поголовно нужен бензин, и его берут, несмотря на подорожание. Здесь же цену определяет, в общем-то, спрос, а не себестоимость. Значит, спрос настолько высок, что все равно берут. Ну, значит, получается, что бензин это не хлеб, и если дорожает только бензин, а не хлеб, то это еще не признак того, что в стране плохо. А вот когда дорожают продукты, это уже совсем другое дело. Хотя, впрочем, достаточно интересно, что вот бензин реагирует только на рост доллара и не реагирует на снижение цены нефти. В отношении же хлеба и других продуктов, я привожу себе, например, с уткой. Вот доллар вырос, и бабуля утку продает дороже. Да не берите у нее утку дороже. Что у этой утки? Импортная составляющая? Она что, на бензине? Понимаете? То есть где-то и паника. Ну, все-таки, если говорить о панике, то она возникает именно, когда курс начинает резко расти, правильно? Паника начинается, во-первых, когда курс долго держат зубами, потом зубы не выдерживает, и он подскакивает. Понимаете? Вот если было 11, 12, 13, это одно. Что делать, чтобы эту панику зубить? А когда с 12 до 18 и сразу, да еще не просто до 18, а идет так, 12, 20, 17, 18, 19. И на всех этих скачках кто-то выигрывает. Я вам скажу, такого бы не выдержала даже швейцарская система. Вот если бы все внезапно полезли в швейцарские банки, снимать вклады, караул. Даже швейцарская система этого бы не выдержала. Так что я удивляюсь еще, как наша держит. И другой фактор, это надо все реже обсуждать предстоящий курс, сколько еще банков обанкротится. Реже говорит, завтра будет кризис. Потому что вот когда была революция 2004-2005, Кучма сказал уже, уходивши в 2005-м, завтра будет кризис. И он на следующий день действительно случился из уважения к президенту. Поменьше каркать под руку. Понимаете? Экономика слишком тонкая, тонконюха и восприимчивая. Но вот сейчас обвиняют часто руководству Нацбанка. Только ли руководству Нацбанка? О, бедная Гондаря. Вы понимаете, я бы не делал некий жупел из Гондара. Честно говоря, жалко женщину. Вы понимаете? Страна в военном положении. Никто не берет украинские товары. Если завелась денежка, несет их в обменный пункт, чтобы получить доллары. А никто же не хочет покупать товары. Все в обменный пункт. Естественно, курс на доллары неестественный. А раз так, то доллар растет, а гривня падает. Потому что никто не хочет покупать товары. Все хотят деньги в обменный пункт. Так если в стране, которая и в военном положении. И никто не берет украинские товары. Экономика работает сама на себя. Как ресторан для поваров. Сами сделали, сами съели. И все несут деньги в обменный пункт. А там как раз маленькая маржа, которая как бы подстыкает тому. Не неси деньги на рынок, неси в обменный пункт. Банки превратились не в кредитные учреждения, а в большие обменные пункты. Понимаете? То в этих условиях, когда золотовалютные резервы уже давно разворованы. То есть все уже украдено до нас. Возможность и нацбанка через вливание из этих резервов как-то повлиять на курс микроскопические. Но могут они сделать на какой-то день за счет последних резервов. Не 20, а 19. Но большего они не могут сделать. Поэтому не нацбанк виноват. Такая ситуация в стране. И я бы не делал здесь Гонтареву крайне. Кстати, было очень неприятно смотреть, как ее слушают депутаты. Сначала устроил цирк Лешко. Вывалил на нее там кучу фальшивых долларов. Такое ощущение, что она их рисует. Фальшивых именно? Я не знаю, что при этом имел в виду. Да. Вот. Потом просто все к ней повернули спиной, и никто ее не слушал. Зачем-то добивались ее выступления. Дозначно грамотно она говорила. Но она просто как мальчик для битья. Как говорят по-украински, цапвит Бувайло. Жалко просто. Не от нацбанка. Сейчас все беды в стране. Ну, у нас буквально одна минута. Все-таки вот многие хотели бы услышать, при каких условиях и когда, возможно, все-таки отмена этих нововведений налоговых и возвращение хотя бы к предыдущему статус-кво. Ну, предыдущего уже не будет. Можно смягчать, можно улучшать. Вот. Но все время изменения какие-то будут обязательно. А для того, чтобы эти изменения были не так больны, то, во-первых, нужно все-таки, чтобы народ вмешивался более серьезно. Во-вторых, я все-таки надеюсь, что в середине февраля мы будем серьезно пересматривать кодекс. И там худшее уйдет, и может быть даже где-то улучшим. Ну, а кроме этого, нам необходимо улучшать инвестиционный климат. Но, к сожалению, в страну, которая воюет, и где такая коррупция, инвесторы не идут. Две-три знаковые посадки, чтобы кого-то посадить, чтобы инвесторы увидели, что эта страна-таки борется с коррупцией. И нам не будет необходимости так издеваться над налоговым кодексом. Ну, что ж, спасибо за участие в нашей программе. Напомню, у нас в гостях был Александр Кирш, народный депутат Украины. Спасибо, до свидания. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»